Все, главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Москва Михаил Галактионов. Просьба по традиции поднимать руку, задавать вопрос, представлять издание и свое имя называть. Спасибо. Саша Рогулев. Александр Рогулев, АЧТВ, извините за банальный вопрос, начнем с него. Что было в раздевалке в перерыве? Не знаю, в бутсы, может быть, кого-нибудь бросили? Да нет, во-первых, очень тяжелая эмоциональная победа, которая формирует и характер команды, и ее духовитость. И самое главное, мы продолжаем ту победную историю, которая у нас есть в чемпионате, даже с учетом того, что отрицательный результат в кубке, с учетом вообще в целом. Но второй тайм-тайминг был достаточно хороший. Поэтому эта победа нам очень дорого. Как говорится, стоит, да, с точки зрения эмоциональности, с точки зрения внутренних резервов. Но мы очень довольны. И ребят поздравили, потому что игра может откладываться по-разному. Но нам необходимо оставаться командой внутри, и самое главное, верить. Верить и биться до конца, потому что каждый матч для нас как финал. Что касается перерыва, ну, естественно, и как я уже сказал, иногда самая лучшая тактика – это посмотреть ребятам в глаза. Да, поэтому я думаю, что от этого второй тайм резко поменялся. Спасибо. Антон. Увелов Антон, Мире спорта. Михаил Михайлович, тоже поздравляю с победой. Красивая игра. Вот хотелось бы услышать оценку этой победы с точки зрения… Был такой не очень приятный фон перед матчем, да, кубковая игра. Потом были удаления и дисквалификации. И вот, соответственно, как до тренерского штаба, вот насколько ценна эта победа? Да еще после первого тайма 0-2 проигрывали. Вот несколько слов поподробнее. Вы уже почти сказали, но поподробнее бы хотелось. Ну, безусловно, когда эмоциональный фон немножко падает с точки зрения результата, да, когда команда нацеливается пройти дальше в кубке страны, к сожалению, мы уступили. Да, поэтому очень важно было правильно подготовиться к этой игре, да, не только там тактически, не только какие-то нюансы игровые, но с точки зрения психологии и функционального состояния. Я думаю, что нам по функции мы очень хорошо готовы, поэтому мы, в принципе, бежим, боремся, и у нас очень хорошие есть моменты. И в концовке матча, да, мы додавливаем соперника, поэтому в этом плане мы абсолютно спокойны. Что касается эмоциональной составляющей, вот здесь немножко нам в первом тайме не хватило. Да, не хватило, потому что дома, играя с первых минут, мы обязаны играть так, как мы вышли играть на второй тайм, агрессивно, с давлением, с таким посылом. И вот этого немножко нам не хватило. Хотя у нас было достаточно моментов для взятия ворот. К сожалению, мы пропустили очень лёгкие мячи, ненужные мячи. Да, конечно, мы сделаем на это акцент, но ещё раз, мы очень благодарны нашим ребятам за самоотверженность, за духовитость и за характер. Это очень ценная и, так скажем, правильная победа для дальнейшего роста команды. Спасибо. Можно ещё один вопрос? По поводу дисквалифицированных вы ничего не сказали. Как долго думали, кем их заменить? Вот, на мой взгляд, в принципе, удалось их заменить. Вот насколько были сложны эти размышления? Ну, мы говорим неоднократно, что есть конкуренция в команде, и для каждого игрока будет предоставлен шанс для того, чтобы в дальнейшем он его использовал. Выпал один игрок, другой игрок его обязан безболезненно заменить, потому что это профессиональные футболисты, тем более для топ-клуба «Локомотив». Поэтому мы в этом плане абсолютно спокойны. Понятно, что нам бы не хотелось, чтобы у нас перед каждой игрой выпадали футболисты по дисквалификации, по карточкам, но, к сожалению, такие моменты приходятся. Мы с ребятами, конечно, будем об этом разговаривать и в корне менять эту ситуацию, потому что ненужные карточки влияют на дальнейшее развитие игры команды. Спасибо. Михаил Михайлович, всегда люблю с вами по тактике поговорить. Смотрите, когда удаляется Смольников, выходит Живоглядов, вы меняете Карпукаса, хотя я был уверен, что у кого-то из линии атаки, а потом уже выходит Щетин вместо Жималеддинова, соответственно. Почему сразу Рифата не сняли? Просто из-за того, что он вышел раньше времени, то есть незадолго до этого? Нет, нет, мы просчитывали определенные шаги, да, оперативно, оперативное управление в игре, потому что Карпукас тоже висел на карточке, у него было предупреждение, и, в принципе, тот объем работы, большой объем работы, скоростной, общей выносливости, которую он сделал в игре на кубок, естественно, он стал немножко уставать, на наш взгляд. Поэтому было сделано то изменение, да, чтобы Рифат вместе с Бариновым начал играть в двойке в опорной зоне. Потом уже мы видели, что Краснодар потихоньку начал инициативу в середине переламывать, более вышли свежие футболисты, это Кривцов, который, да, очень хорошо проявил себя на кубок в последнем матче, и нам нужен был свежий футболист, там, молодой, агрессивный, с большим движением, поэтому была произведена обратная замена. Мы с Рифатом об этом поговорили, к сожалению, он тоже висел на карточке, он получил дисциплинарное предупреждение, и мы хотели убрать риск, не дай бог, в каком-то единоборстве будет удаление. Поэтому произошла обратная замена, мы с игроком проговорили, абсолютно все нормально, это исключительно тактическая замена. А то, что он вошел в игру, он просто здорово с точки зрения своих индивидуальных качеств, с точки зрения дриблинга, скорости, добавил остроты вместе с Глушенковым, которые, в принципе, переломили игру. Спасибо за такой подробный ответ. И второй, может быть, дилетантский покажется. Я знаю, что вы низом любите играть. Может быть, иногда все-таки стоит на Артема Дзюбу грузить? Ведь Тикнизян и Смольников, они же прекрасно обладают передачами фланговыми. Конечно, если есть такие предпосылки, но мы хотим, как сказать правильно, чтобы наши игроки были адаптированы к футболу под выход из-под давления. Понятно, что есть ситуации, когда необходимо делать длинную передачу. Понятно, что есть моменты, когда необходимо за счет подбора развивать свои атаки. Но вы видели, что и в первом тайме, с точки зрения даже неудачного результата, мы хорошо выходили из обороны, у нас были хорошие моменты. Так же и во втором тайме. Поэтому мы в этом плане абсолютно спокойны. Спасибо. Если можно, да, Евгений Загитов, матч-ТВ, телеканал Михаил Михайлович с Победой. И вопрос такой. До сегодняшнего дня мы думали, что штатный пенальтист в команде – это Миранчук. Это поменялось? Теперь Дзюба? Ну, вы знаете, что перед каждой игрой на установке я объявляю состав, объявляю определенные тактические моменты, кто играет на стандартных положениях и кто является пенальтистом в конкретной игре. Сегодня в данном конкретном эпизоде, в данной конкретной игре мной было принято решение, что пенальтист исполняет 11 метров удары Дзюба. То есть это не решение Артема? Абсолютно нет. Это решение главного тренера. Ну и тогда еще такой коротенький вопрос. Так получается, вырисовывается картина, что с Дзюбой Локомотив выигрывает, даже матчи, когда остается в меньшинстве, без Дзюбы проигрывает команде, к сожалению, из первой лиги. Насколько, на ваш взгляд, Дзюба сейчас просто главный игрок и основополагающий игрок для Локомотива? Наверное, это не так? Я думаю, что не совсем уместно делать такие параллели, потому что произошла всего лишь одна игра без него, исключительно по противопоказаниям на синтетике. Но и тем не менее мы достаточно неплохо смотрелись, как я уже сказал, во втором тайме против Акрона с точки зрения качества игры. Но безусловно, что Артем – это харизматичный игрок, лидер. Мы абсолютно полностью ему доверяем. И он оправдывает это своим качеством игры, своими голами. И даже несмотря на незабитый 11-метровый удар, он подтверждает статус лидера и того духа, что сейчас формируется для молодого коллектива. Поэтому мы его абсолютно полностью поддерживаем в этом плане. Это вопрос? Комментарий ваш? Вы знаете, давайте оценки игрока мы будем давать уже после тщательного анализа. Спасибо. Ярослав Сусов, Sports.ru. Вопрос по поводу Сергея Пеняева. Яркий матч он провел сегодня. Как оцените его игру в целом? Сергей – один из тех игроков, которые на сегодняшний день развиваются, которые показывают то, что у российского футбола есть будущее в лице таких футболистов. Мы всячески способствуем его развитию. Он получает игровое время, ярко проявляет себя. Да, бывают матчи, когда его игры, так скажем, с перепадами. Но в любом случае на сегодняшний день это то приобретение для клуба, которое и дает результат, и приносит уже сейчас инвестиции для его дальнейшего прогресса и роста. Поэтому мы абсолютно довольны сегодня. Еще хотел спросить по поводу количества болельщиков сегодня на матче. Сегодня первый домашний матч «Локомотива» с Фанайди. Кажется, болельщиков было меньше, чем раньше. Вам как атмосфера? А мне показалось, что когда наши болельщики скандировали и благодарили команду за игру в конце матча, и скандировали «Молодцы», это и та самая яркая оценка игры команды и взаимоотношения болельщиков и игроков, когда команда благодарила их. И сегодня мы благодарны каждому болельщику, который пришел поддержать в такой непростой период нашу команду, тем более с учетом такой победы. Поэтому в дальнейшем мы, конечно, хотим, чтобы посещаемость увеличивалась и наш стадион был забит до отказа.